Кавказ Я являюсь коренным жителем этого аула, для меня он самый лучший, для меня все жители самые родные, самые красивые, выдающихся много у нас жителей здесь, это и писатели, и доктора. Я обожаю свой аул, за все переживаю, и мне очень приятно, что наш аул стал центром Адыгихабльского района, и в данном случае очень много, особенно за последнее время, делается в нашем ауле. Очень любим свой аул, никуда не выезжали и думаем, здесь мы до конца своих дней проживем. И очень хорошо, что дети возвращаются сюда. Я очень тепло отношусь к жителям нашего аула, знаю многих, горжусь тем, что из нашего Адыгихабля, я уже не могу сказать иначе, я говорю, из нашего Адыгихабля, стали известными людьми. Поэтому я желаю своему аулу процветания, чтобы он становился краше с каждым годом, ну и чтобы наши дети, которых мы обучаем, нас радовали. Мы очень дружно живем, хоть и национальности много у нас, но разные. Люди относятся доброжелательно. Почему аула? Мне кажется, вообще в ауле лучше, чем в городе. В городе люди как-то меньше друг с другом общаются, только как, допустим, какие-то родственники или какие-то очень и очень. В ауле у нас, даже если не очень-очень, прямо вот не совсем близко знакомые, но если у человека что-то случается, радость или горе, мы все идем разделить с ним эту радость. У нас аул очень прекрасный, люди очень хорошие. Мы здесь родились и здесь живем, вот уже шестой, седьмой десяток, у меня вот 65 будет скоро. Мне нравится в нашем ауле жить, люди хорошие, земля у нас очень хорошая, добротная. Мой аул самый красивый, самый любимый, самый гостеприимный. Мой аул любимый. Адыги Хабль! Небольшой, но такой уютный и красочный аул Адыги Хабль компактно расположен на правом берегу реки Малый Зеленчук и находится в 12 километрах к северо-западу от республиканской столицы города Черкеска. Площадь территории сельского поселения составляет без малого 12 квадратных километров. Граничит с землями населенных пунктов Икон Халк на юго-западе, Адыл Халк на северо-западе, Иркин Халк и Иркин Шахар на севере. Название аула Адыги Хабль переводится с черкесского языка как «Адыгское черкесское селение», и это не случайно. Основан аул еще в 1925 году переселенцами из аула Хабес. Так уже летом того же года Адыги Хабль начали обживать первые переселенцы – Гашоковы, Кемовы, Месроковы, Мазукабзовы, Хорзиновы и Шибзуховы. Спустя год, к концу 1926 года переселенцев достигло более 100 семей. В 1929 году жители аула создали свое коллективное хозяйство «Красный Октябрь». А в 40-х здесь произошли масштабные изменения. Началось строительство школы, медучреждений, заводов, предприятий. Так аул все расширялся и развивался. Сельская школа во все времена являлась важным показателем развития любого аула или станицы. Адыгехабльское общеобразовательное учреждение – не исключение. Это островок стабильности и морали, последней детской беззаботности и первой взрослой ответственности. Это социокультурное пространство, в котором ребенок не только приобретает знания, но и опыт коммуникации с другими людьми. Одна из главных задач кузницы знаний – воспитание патриотов малой родины, любящих и оберегающих свой край, родной аул, понимающих и принимающих сельский образ жизни, местный менталитет. Здесь, несомненно, играет важную роль влияние педагогов школы, которые организуют работу не только с детьми, но и населением, зачастую выступая организаторами всех культурных событий и праздников в ауле. Адагихабльская средняя школа является центром всех инновационных площадок, которые происходят у нас в стране. То есть мы являемся центральной пилотной школой. Недавно у нас открылось новое направление внеурочной деятельности в школе. Это точка роста, где детки могут себя более или менее больше раскрыть. У нас сейчас более 300 учащихся. Очень жалко, что наша школа разделилась на две школы, на начальную и среднюю школу, в связи с тем, что наша школа очень старенькая, 35-го года постройки. Но, тем не менее, мы во всех мероприятиях, в республике тоже нас знают, как очень качественная школа, которая дает качественное образование. Много у нас олимпиадных детей, которые на олимпиадах занимали призовые места в республике. Школа по праву гордится своими талантливыми учителями. Пример тому – Фатима Нурдиновна Купчакова. Без малого 40 лет она работает в данном учреждении учителем русского языка и литературы. С 1992 года на протяжении уже 27 лет филулок по призванию совмещает преподавательскую деятельность с административной. Является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Работа учителя мне намного интереснее и как-то она ближе мне, чем вот эта административная. Но, тем не менее, вроде как получается, что совмещать. Педагог гордится своими выпускниками, со многими из них поддерживает тесную связь и отслеживает их профессиональный путь. Профессия учителя меня привлекала с самого детства. Я помню, что когда мы были еще маленькими, мы играли в школу, и я всегда играла роль учительницы. И мне это очень нравилось. Ну и, наверное, этому еще способствовало то, что я училась у очень замечательных учителей, которые смогли привить, я так думаю, не только любовь к предмету, но и любовь к профессии. Коллектив такой хороший, мы всех поддерживаем. Здесь интересно работать. Мне очень нравится с детьми работать. По утрам, когда я иду на работу, я вот прохожу своеобразную дорогу приветствия. Идут взрослые, улыбаются, приветствуют. Идут детишки, обнимают, провожают, здороваются. Это ли не счастье? Я думаю, я нашла себя в своей профессии. Доброта, отзывчивость, а главное – любовь к детям. Вот те качества, которыми, по мнению Фатимы Нурдиновны, должен обладать каждый педагог. Стоит отметить, у нее эти качества присутствуют в полной мере, в чем легко убедиться даже после недолгого общения. Ученики Фатимы и Купчаковой гордятся, а коллеги восхищаются. Очень грамотный педагог, русовед. Очень хорошая, она очень хороший наставник. Под ее началом очень многие начинали, русоведы, свою педагогическую деятельность. Еще хочу сказать, что она прекрасная мама, прекрасная жена. У нее очень хорошая семья. Есть много внуков, очень добрый, приятный, отзывчивый человек. Весь коллектив может сказать о ней только хорошее. Славится Адыгихабльская школа и ветеранами педагогической деятельности. Нурбий Мусович и Светлана Павловна Кемовы вынесли неоценимый вклад в систему образования как родного аула, так и всей Карачаева-Черкесии. Даже находясь на заслуженном отдыхе, все их мысли о родной школе мечтают, чтобы в ауле, наконец, построили новое образовательное учреждение, так как ныне функционирующее здание обветшало. Супруги Кемовы вместе со школьной скамьей. Там-то и зародилась их общая мечта стать педагогами, которую семейная пара успешно воплотила в жизнь. И вот уже на протяжении долгих лет, являясь надежной поддержкой друг к другу, они идут по жизни вместе. Нурбий Мусович начал свою профессиональную деятельность преподавателем физики и математики в Адыгихалкской средней школе. Проработал и в орготделе Адыгихабльского райисполкома и в сфере сельского хозяйства, а на пенсию вышел, будучи сотрудником администрации города Черкеска. Сейчас его будни полны приятными хлопотами. У главы семейства много увлечений, но для заботливого многодетного отца и деда в приоритете воспитание внуков. Сечка в местности, скучать не приходится. Значит, утром встаю, в первую очередь, это значит, я как бы за домашнее хозяйство принимаюсь. Ну, принимаюсь как? Ну, у нас есть кое-какая живность, кормлю их, значит, есть собачка, пайка он называемый по имени, значит, кормлю, после того, как их покормлю, затем уже, значит, надо одного внука отправить в школу, второго внука отправить в детский сад. Вот этим мы занимаемся по очереди, кто когда успевает, ну, вот, да, в общем, это как бы контролирует. Светлана Павловна, так же, как и супруг, физик-математик. Только в отличие от мужа, географию, место работы не меняла. Всегда трудилась в родном Адыгехабле. 14 лет в средней школе, а после в райисполкоме секретарем. Однако с особым трепетом Светлана Кемова вспоминает годы работы в детском саду в качестве заведующей дошкольного учреждения. Нургий Мусович и Светлана Павловна воспитали троих детей. В настоящее время радуются их частым достижениям и успехам. Но самая большая радость для них – это первые победы внуков. Мы, конечно, детей своих любим, по-первых. И нам не безразлично, чем и как дети занимаются, и чем и как они будут в будущем. Ну, вот так вот мы это сами. Дети к нам прислушиваются. Мы, конечно, вот и когда дети выбирали, куда учиться поступать и так далее, и так далее, все это были, конечно, семейные советы и общее решение, которое родители поддерживали, дети, значит, хотели и так далее. И по сей день мы интересуемся делами, стараемся жить в мире согласия. У нас нет в семье, чтобы мы с кем-то ругались или там что-то вот настолько это вот противоречили друг другу, чтобы доходило до чего-то. Стараемся, ну, не знаю, может быть, это помогает нам то, что мы педагоги и каким-то образом взаимоотношения складываем, стараемся складывать, во всяком случае. Вот, конечно, у них есть и свои какие-то мысли, интересы. Мы стараемся прислушиваться к ним, ну, по мере возможности, если что-то посоветовать и подкорректировать, чтобы было, значит, чтобы был семья лад. Мы все друг друга, конечно, уважаем, все друг о друге думаем и знаем, кто чем дышит. Ну, стараемся быть на них похожими, так можно сказать, если очень коротко. Так как они долго живут, во взаимопонимании, как сказать, все время друг с другом советуются, принимают общие взвешенные решения, то есть мнение каждого учитывается. Ну, мы стараемся точно так же поступать, выслушивать друг друга и потом принимать какое-то решение в отношении детей или в отношении вообще быта, допустим. Как-то так. Хочется, чтобы они были похожи на дедушку. Дедушка у нас очень хороший, очень трудолюбивый. Не знаю, считаю, что он намного лучше даже, чем мой отец в том плане, что он и с детьми помогает. Вот с самого детства дети где-то заболели, работу особо не пропустишь, когда в частной фирме работаешь. Детей вот постоянно оставляли, он долечивал, помогал, смотрел. Но в этом плане огромное спасибо, я очень благодарна, это все ценю. Бабушка тоже помогает. Каждое утро, 8 утра у нее все готово. И первое, и второе, и клинчики, и оладики. И дети не дадутся врать, а дети любят их. Как вы наверняка догадались, семья Кемовых интернациональная. Светлана Павловна является представительницей славянской культуры. Однако прожив столь длительное время в черкесском ауле и в черкесской семье, эта русская, несомненно, лучше, чем кто-либо знает все обычаи и традиции черкесов. Более того, готовит даже национальные блюда. За столько лет, сколько я уже живу, во-первых, мне эта еда нравится, национальная еда. Мы готовим и липжу готовим, и лакумы жарим, конечно, и пасту делаем, и все другие блюда, которые, вот вы видите на столе, и которые вообще есть. Вот все, что есть здесь, все, да, за это время я жила со свекровью долгое время. И от свекрови научилась всему тому, что мне пригодилось в жизни. Со свекровью я жила 30 лет. За это время я, конечно, кое-чему научилась. У Кемовых общие интересы, традиции. Здесь своя особая атмосфера. И самое главное, это большая, крепкая, дружная семья. Стоит познакомить вас еще с одним представителем рода Кемовых, Абубикиром Амирбевичем. Трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые жители Адыгихабля, как и представители многих сел и аулов нашей республики, занимаются разведением скота и птиц. Вот и Абубикир Кемов еще на заре своей трудовой деятельности понимал, что именно работа в сельскохозяйственной отрасли ему по душе. Трудился в совхозе и зоотехникам, и животноводам. Сегодня же у него своя ферма. Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством, с животноводством. У нас другого занятия нет, другой профессии нет у меня. Поэтому, когда все это пошло, вот эти пересрочные периоды, мы решили заняться животноводством. А когда нам начали выделять гранды, государство, деньги выделять, значит, мы решили попробовать в этой стезе себе. У нас получилось, мы участвовали в конкурсе. И вот оттуда все пошло. С выделением деньги уже начали свою ферму строить, скот закупать. Я не один, мне братья помогают тоже вместе. Поэтому вот так и получилось, что мы остались здесь, в Ауле. Не уехали никуда, ни на заработки, ни на работу. То, молодость все. Животноводческий комплекс Абубикира Кемова в настоящее время находится еще на стадии становления. Ставки фермер делает надойный крупнорогатый скот, овец, коз. И, как признается мужчина, впереди много идей и планов. Мы будем расширяться, вот сейчас строим, будем цех по переработке молока небольшой, для себя. Мы обеспечим здесь небольшое количество людей, где-то в количестве 30-40 человек ежемесячно, молочными продуктами. А в Ауле здесь своих знакомых продаем им. А здесь мы будем уже перерабатывать, мы думаем, молочное поголовье увеличить, молоко увеличится, уже будем здесь перерабатывать у себя. Вон цех, небольшой цех строится у нас уже. Вот такие вот задумки у нас. А дальше посмотрим, что получится. Ни для кого не секрет, что фермерство – труд непростой. Радует Абубикира Амирбиевича то, что его продукции высоко ценят жители родного аула. И свежее мясо, и молочку каждый житель Адгихабля может приобрести у кемовых без рыночных наценок. Насчет корма, конечно, сейчас зерно очень, ну, для поставщиков, наверное, не очень-то дорого. Для нас дорого, меньше 10 рублей за килограмм сейчас нету. Ну, покупаем, зерно покупное. Сено у нас есть свои сенокосы, здесь косы. Но в этом году, вы сами знаете, наверное, как вот год выдался очень такой засушливый. В прошлом году, где мы брали около 50 волнов сена, в этом году взяли чуть больше половины. Половину, можно сказать, наполовину рожда сена меньше. Ну, мы подготовили, значит, заготовили 18 тонн сена где-то, солому. Извне заготовили уже, ну, будем завозить на зиму сюда. Готовы к зиме, но не так, как в прошлом году, конечно, ну, зимовать можно. Мы дом перезимуем. Надышавшись свежим воздухом на окраине аула, где и расположена ферма, возвращаемся обратно в центр аула. Здесь, в центре Адгихабля, много социально значимых объектов. Детский сад, дом культуры, почта, суды, здания районной администрации. А это уже двор центральной больницы. Здесь же, на втором этаже, расположена и детская больница. В таком комплексном медучреждении работают высококвалифицированные работники. Ее улыбка и приветливость сразу располагают к общению. Знакомьтесь, талантливый детский доктор, заведующая педиатрическим отделением Адгихабльской центральной районной больницы Диана Джантинирова. После окончания Академии Астраханской в 2006 году, получается, я стала проходить интернатуру в городе Ставрополь. После окончания интернатуры устроилась на работу в детскую городскую детскую больницу города Черкеска. Проработала там до 2012 года. С мая месяца я работаю в Адгихабльской центральной районной больнице. Первые годы я проработала участковым педиатром Аула Адгихабль. С 2017 года я являюсь заведующей педиатрическим отделением центральной районной больницы. Приехала я в свой родной аул по программе «Земский доктор». В силу нехватки кадров, педиатров здесь катастрофически не хватало, значит, я решила прийти на помощь своим коллегам в свой родной аул, оздоравливать всех своих родных и близких. Все они для меня родные. Значит, проходит лечение у нас детки от 0 до 17 лет. В основном это заболевания верхних и нижних дыхательных путей, средней степени тяжести. На сегодняшний день у нас по движению 14 человек деток. В основном детки до 1 года жизни с заболеваниями нижних дыхательных путей, это бронхиты и пневмонии вне больничной. Профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это, писал известный «Земский врач» Антон Павлович Чехов. А ведь действительно, люди этой профессии уникальны по своей натуре. Ведь мало кто способен с полной самоотдачей следовать своему делу, не боясь трудностей и лишений. Я очень благодарна своим родителям. Все, что они поддержали, конечно, направили меня в нужное русло. И по сегодняшний день я благодарю Бога за то, что связала свою жизнь с этими маленькими ангелочками. Моя работа мне приносит удовольствие. Я прихожу на работу с радостью, с большим настроением, с позитивом. Я очень рада, что выбрала вообще эту область. Именно связала себя с детьми. Я своим коллегам говорю, они мне говорят, не хотите себя перенаправить в русло, во взрослое, в терапию. Я говорю, нет, самые чумазые детки для меня, они самые чистые, самые ароматные для меня. Поэтому я не вижу себя в другой области. Только с детьми. Диана Джантимирова уверена, в педиатрии случайных людей не бывает. В первую очередь, это ответственная работа. Нужно уметь наладить контакт и найти взаимопонимание не только с ребенком, но и с родителями. Иметь большое терпение и выдержку. На первом этапе надо найти общий язык с мамой, найти с ней контакт, глаза в глаза. Человек должен тебе доверить. И только тогда с нашей сплоченной, как говорится, работой, чего-то можно добиться. Наши учреждения являются учреждением первого уровня. Все, что мне надо для работы, для постановки диагноза, у меня все есть. В плане оснащения у меня нет никаких вопросов и претензий. У меня для работы лично все есть в отделении. Это современные ингаляторы, это тонометры с различными манжетами, это пульсоксиметры, медикаменты. Все, что мне надо, у меня для работы есть. Я вообще обязана, как доктор, пожелать всем крепкого здоровья. Естественно, это моя мечта голубая, чтобы все дети были здоровы. И не только дети, и взрослые, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Это моя основная мечта – оздоровить. И для меня это самая большая награда и благодарность, когда я вижу толк от своей работы. Стараюсь ежемесячно куда-нибудь съездить. Вот вернулась только в субботу с изначика. Очень интересная конференция под названием «Дети – наше богатство». Читали лекцию знаменитые специалисты в своем деле, профессора Санкт-Петербурга. Очень много нового. Для себя я, по крайней мере, выделила из этой конференции. Стараюсь ездить, но не всегда получается, в связи с загруженностью, но ежемесячно планирую. По крайней мере, участвую в многих вебинарах, онлайн-участие в конференциях. В общем, как-то стараюсь себя развивать, интеллектуально развиваться. Диана Джанчимирова, как талантливый доктор, обладает богатой интуицией. Крайне чутка и внимательно. И это так важно, ведь эти беспомощные маленькие крохи не могут рассказать, что их беспокоит. Кроме этого, героиня нашей программы является хорошим психологом, которой доверяют пациенты и их родители. Добрые и отзывчивые, гостеприимные и дружелюбные жители Абигехабля чтят традиции и помнят свою историю. Во улице ритмир и порядок, полное взаимопонимание и покой. Здесь без шума и громких фраз происходит воспитание любви к Отечеству. А эта любовь начинается с понимания своих корней и знакомства со своей малой родиной и самим собой через простое человеческое общение с семьей, соседями и даже нами, гостями Аулад Гехабль.